здравствуйте друзья сегодня у нас очень интересный день я думаю вы в курсе что вот сейчас происходит большой наезд на лотерею green card в связи с тем что совершивший теракт в нью-йорке выходе из узбекистана приехал по лотерее green card 2000 2010 году 7 лет назад и вот сейчас значит такая вакханалия идет закрыть лотерею там и так далее но при том что понятно что лотерея там к терроризму имеет такое же отношение как я не знаю но 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 сибы значит трамп сказал сегодня очень интересную вещь она тут же разнеслась там уже вся страна обсуждает что этот самый вот узбек по предварительным данных пока только предварительные данные значит притащил в страну 23 родственника и мы должны немедленно прекратить вот это вот так называемый чейн мигрейшн чейн мигрейшн дело давайте мы немножко разберемся с терминами тут значит чейн мигрейшн это когда один эмигрировал а потом он имея легальные права привозит родственников своих которые тоже становятся легальными мигрантами и одна из иллюзий вот этой вот чейн мигрейшн состоит в том что если допустим заслать страну одного там мексиканца то через десять лет их будет 10 и он вытащит по цепочке свою родню а еще через 10 лет их будет 100 это не так потому что когда человек приезжает страну он у него но если скажем с грин карты даже приехал то ему нужно пять лет чтобы получить гражданство получив гражданство он может быстро ну скажем так почти мгновенно привести своих родителей дальше понадобится пять лет на то чтобы родители получили гражданство и понадобится лет но не знаю там 15-20 чтобы эти родители могли привести других детей представляете масштаб но что касается родных там братьев и сестер этого человека это тоже очень такой затяжной процесс это не то чтобы вот так кроме того их надо спонсировать то есть он когда привозит родственников он должен показать что у него есть доходы определенные и так далее и так далее при том что вот это вот чейн мигрейшн существует да это не массовый такой процесс в которой вот там ну вот я не знаю там удваивается утраивается каждый год или там что нет нет такого близко нет но дело не в этом значит мы говорим о том что чейн мигрейшн это когда ты легально привозишь родственников которые имеют право на иммиграцию вместе с тобой в этом смысле гораздо сильнее работает например статус бежен беженца когда ты можешь как только получив статус беженца я не помню там точно там пару лет тебе есть чтобы привести еще там сколько-то родственников и так далее это гораздо лучше работает но обладатель грин карты первые пять лет практически ничего не может ну ну то есть теоретически может а практически нет и когда он через пять лет получит гражданство вот например вот этот конкретный человек террорист 7 лет прожил в сша допустим через пять лет он таки получил гражданство ну хорошо он за это время мог привести папу и маму если у него есть деньги там их содержать да пошли к содержать никто не будет особо допустим он их привез но молодец не братьев не сестер не то есть он мог бы еще привести детей несовершеннолетних от предыдущих браков но он сюда приехал в 22 года то есть он конечно мог там ведь 5 детей за это время но но вряд ли поэтому реально реально если вы ну элементарное представление самое базовое имеете об этом деле но вы понимаете что он не только 23 человека но он реально больше чем маму и папу никого привести не мог и кричать на по поводу него что надо остановить чейн мигрейшн в этот иммиграцию да тут это это я когда увидел что-то странное происходит наверное его не поняли а меня тут один уже упрекал тут сегодня он еще хамил еще раз пикнет его выкину нафиг так вот что там 26 там родственников привез там где-то истерики в людей значит так тоже они начитались этой помойки и вот я значит что такое пошел почитать что конкретно там трамп сказал его словами вот буквально чтобы не в переводе причем уже пишут не только вот там какие-нибудь скажем но русскоязычные сми до которые переводят американские пишут что трамп утверждал что он привез как минимум 23 родственника может быть там еще будут я думаю паду читать что там сказал значит он сказал что этот человек значит по предварительным данным дословно было сказано так что он являлся контактом потом там запятая primary контактам в разных стадиях там в разных стадиях 23 человек пока только предварительно 23 человек значит теперь если вы пойдете и возьмете форму для не иммиграционные визы ну скажем туристической форма называется ds 160 ds 160 а можете просто пойти на google написать primary контакт или там primary контакт и там в кавычках там есть виза аппликейши ну что-нибудь такое сами можете поискать если там мне не верить а можете пойти сразу в ds 160 и там написано что primary контакт это любой человек находящийся с сша который может подтвердить вашу таскать личность если у вас нету primary контакта вот не знаете вы никого в сша тогда напишите те места которых вы будете там посещать может быть гостиницу где будете останавливаться там я не знаю такого плана вот это primary контакт вот это primary контакт то есть 23 человека за 7 лет использовали имя этого вот террориста как primary контакт если они въезжали в сша с туристическими визами и в графе primary контакт они его писали значит из этого делается вывод что он по цепочке иммиграционной по который в принципе нельзя пройти в его ситуации но никак он по этой цепочке притащил в страну 23 человека это еще не окончательно это еще может быть больше даже будет нужно стремительно остановить вот эту иммиграцию по цепочке я хочу сказать что такого уровня у меня даже слова нет как назвать то есть конечно трамп некомпетентен практически ни в одном вопросе по которому он выступает он некомпетентен практически все что он говорит это абсолютная ложь это норма он никогда не поправится и не извиниться и не не исправится себя это это все понятно но вот уже вот это вот запредельная низкопробщина это то что вылета вылета теперь на голову населения это повторяет либеральная пресса это это уже вам и в нью-йорк таймс и в cnn уже абсолютно все источники повторяют цитируют трампа никто нигде ни один вот я сегодня в течение всего дня смотрел никто нигде ни один не сказал какое позорище и как как же мы в этой стране принимаем решение и вот это все выливается на сенаторов на конгрессменов вот это вот истерика значит по поводу а вот этой чейн мигрейшен и так далее так далее и что интересно за два дня за два спаситель отечества от терроризма улучшил свой рейтинг на допустим вот я сегодня гляну специально думаю есть быть связь или нет посмотрел сегодня галлоп они ежедневно делают эти до каждый день они идут и делают конечно там есть ошибки там некоторые неточности тогда плюс-минус гулять но за два дня с 33 процентов поддержки мы имеем 38 слушайте 5 процентов а в отношении к 33 5 процентов это уже что знаете как интересно как резко увеличился уровень поддержки у человека на чем вот на этом на лжи на инсинуациях на введение в заблуждение всей страны и посмотрите на эту страну интересную запрашивают значит госдеп госдеп запрашивают и говорят скажите говорят а действительно ли он по цепочке привез так много родственников знаете что отвечает госдеп госдеп говорит информация конфиденциальная мы не намерены ее разглашать то есть может и да может еще и больше чем 23 не будем разглашать конфиденциально все знаете такая интересная конфиденциальность слов нет то есть нельзя сказать что у нас какие то есть иллюзии по поводу администрации по поводу вот ну вот все это и вот шараги но во главе там с этим ботманом но но такого я я даже не знаю но у меня слов нет ну просто нет слов то есть это позорище дичайше то есть безусловно им не стыдно чем чем будет стыдно они как бы по-другому и не умеют но за страну стыдно я просто я с соседом сегодня тут у нас но по офису сосед я могу как там вот их налоговой реформе сегодня же там опубликовали некоторые детали он говорит да вот я сейчас там буду оформлять там си корпорацию там даже налогов меньше платить и я его как вот вот это и он говорит ну конечно нужно нафиг закрыть эту лотерею зачем нам еще террористов привозить они тут по цепочке там с собой там вообще там весь исламский мир перевезут понимаете то есть точно так же как страна наша понятия не имеет о том что есть на свете green card лотерея точно так же страна наша понятия не имеют о том как происходит это chain migration а насколько трудно и как много лет занимает привести родственников там по этой иммиграции и так далее и наша страна не по злобе и не по идиотизму а просто по неведению по неведению легко поверить что 23 человек он привез родственник наверное тоже половина террористы что там говорит яблоко от яблони эти они верят и самое в этом деле потрясающее что никакие средства массовой информации серьезные которые должны проверять информацию все-таки разница между веб-сайтом драном и допустим там cnn или тем же fox news между нами да что в конце концов fox news что обязательно должно помойкой быть что ли могли бы тоже проверить значит и ни одно из этих вот изданий которые должно которое отвечает за чистоту так сказать правдивость публикуемой информации никто ни слова не сказал я не знаю может я единственный кто сейчас вот об этом выпьет но сами пойти кроме вас меня никто не слушает вот собственно и все такая вот фигня так что друзья ночью наблюдаем я я что могу сказать наблюдаем но вот такого я еще не не но правда не видел хотя может быть это я не видел просто потому что я не разбираюсь в других вещах так как допустим более менее ориентируясь вот быть в этих вопросах может быть если я также хорошо понимал во всех тех делах в которых они приняли принимают решение может быть я был в таком же ужасе как сейчас наверное так и есть вот уж действительно неужели единственная тема в которые они некомпетентно что-то решают если люди решают некомпетентно то скорее всего это практически по всем вопросам так и будет это не может быть только один вопрос в общем допрыгались я хочу знать что сказать ребята те кто любит green card лотерею те кто хочет чтобы она была напишите что-то вот тем блогерам пойдите к ним на канал напишите им вот тем которые за трампа агитировали напишите им что-нибудь на эту тему а то же они думают что вот так как же так же вот здорово все даже не знаю что сказать счастливо а